Итак, друзья, подписчики, гости моего канала, в эту пятницу Хамас, по моим сведениям, по моей информации, которую я нашла, призывает весь мир, весь исламский мир, буквально везде, к мобилизации и принятию участия или в демонстрациях против Израиля. Это, как-никак, 2 миллиарда людей во всем мире, 2 миллиарда, они призывают к мировой войне против Израиля, чтобы его уничтожить, в буквальном смысле уничтожить, стереть земли. Английская газета пишет, шеф Хамаса призывает к мобилизации арабского мира в пятницу, чтобы помочь в секторе ГАЗа арабам, пишут они. Так, потом они говорят, призывают всех молодежь Западной Ордании нападать на израильтанских солдат. Кроме того, Шольц на пресс-конференции, в моем видео я расскажу, объявил, косвенно объявил, что в случае чего угрозе, действительно угрозе Израилю, немецкие солдаты, немецкая армия, бундесвия будут участвовать в войне, что вы думаете, за Израиль. И это очень опасно, они подвергают страшной опасности нашу Германию. А почему? Потому что в Германии проживает очень большое количество арабов, тем более с помощью нашей, Бербок, министра иностранных дел, который даже иллегала возит в страну. Я уже не говорю о нелегалах. Мое видео я начну не о том, что именно, к чему именно призывает Хамас в эту пятницу. Вот сейчас я уже выставила это видео, я выставила еще два дня короткое видео, шоу-видео, а покажу вам отрывки, что творится в Германии и как они, когда... Нет, я не защищаю. Израиль тоже имеет свои проблемы с Палестиной уже очень долгое время. И нормальные граждане Палестины мне очень жалко. Действительно, детей они в лагерях живут. Это, конечно, не жизнь. Но по вине теористов все равно, частично по вине Израиля, надо было давно нормально решать эту проблему. Очень много лет тому назад. Это просто мое мнение, мнение многих людей. И что сейчас в данном моменте творится в Германии, как они праздновали, арабы. Вот с этого все начнется. Если только ведутся солдаты немецкой армии в Израиль, это будет крах для Германии. Я вам сразу говорю. Уже они праздновали, радовались. Вы делали вид, когда их спрашивали, что вы думаете по этому поводу, что мы не понимаем по-немецки. Или они действительно не понимают, они только живут на социалках. Они сидят, живут и размножаются. Вот это исламский мир. Есть исламский мир. Я не говорю против всего исламского мира. Есть очень хорошие арабы и очень порядочные люди, которые тоже работают в Германии. Кстати, врачи у моего мужа на работе. Спрашивают людей, арабов. Я не говорю по-немецки. Я ничего не знаю. Я вообще ничего не понимаю. А живут в Германии. Все ничего не понимают. Арабы. А эти арабы говорят. Все правильно. Израильтяны – это варвары. Все правильно. Хамас – прелесть. Это люди, которые живут в Германии. Вот таких мы к себе везем. Наши политики. Гуд, 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 говорят. Арабка говорит. А, конечно, прекрасно смеется. Супер. Гуд, гуд. Спасибо, Бэр Бокш, за то, что вы привезли нам таких людей, теористов. Мы праздновали дом, она сказала. Праздновали убийство. И что дальше стоит в газете? Тысячи сторонников Палестины напали на посольство Израиля в Лондоне. Вот сейчас только. Поджигали флаги, танцевали, пели. Сотни сторонников потом переместились в метро Лондона. Полиция ничего не могла их остановить. Вот так вот. Да, жалко палестинецов. Но теоризм и хамаз, что будут вытворять сейчас в Европе, это кошмар. И будут страдать люди нормальные. Разве это нормально? Разве так решать надо проблему в Палестины? Самое ужасное, вы видели сейчас кадры, как ведут себя арабы и вообще исламисты в Германии. Как можно, проживая в Германии, пользуясь полностью благами этой страны, вести себя так по-скотски? И все это благодаря нашим политикам. Если они сейчас уже потакают и говорят на улицах, да, хамаз это супер, класс, правильно, мы праздновали этот день, когда напали на Израиль. То можете представить, что будет, когда начнется помощь, действительно активная помощь Израилю? Что может произойти в Германии? И об этом политики не знают и не думают? О безопасности своего народа? Добрый день, дорогие подписчики, гости моего канала. Кто еще не подписался, подписывайтесь, буду всем рада. Кому нравится мое видео, ставим лайк. Если вы желаете распространить в соцсетях моего видео, буду очень признательна. Многие люди в Германии, которые понимают действительно, что может произойти, если немецкая армия Бундесвия зайдет в Израиль в случае необходимости, как они говорят. Я расскажу, что эта необходимость может быть даже очень скоро. Это говорят действительно люди, которые понимают в политике. Я говорю не от своих слов, кое-что я говорю иногда, то, что сама думаю, но большинство материала, информации я говорю, вам рассказываю, то, что я действительно нахожу из различных источников, достоверных источников. Что значит достоверных, сами понимаете. Сегодня все непредсказуемо. Сегодня одно, завтра может быть другое. Но мы продолжаем. Итак, многие люди осуждают то, что говорил Шольц и недавно Бербок. Я уже вам, кстати, в предыдущих видео говорила. Вот буквально, когда было начало войны, я сказала, что Бербок сказала, мы будем солидарны. Точно такие же слова она говорила, когда началась война на Украине. Когда время от времени она говорила, мы солидарны, мы все будем делать. То же самое сказал Шольц. И сейчас Бербок тоже самое недавно сказал. Вот, когда буквально это в понедельник или это в воскресенье было, она сказала, на пресс-конференции, что мы будем помогать. И оружием полная среда данность. Это значит, а я не сказала так, но я вам говорила. Вот посмотрите, будет так. И оружием, и деньгами, и финансами, и так далее, и тому подобное. Я спрашиваю себя, а есть ли вообще еще оружие Германии? Столько помощи было оказано в Украине. Сейчас бюджет Германии, миллиарды инвестируют. Почему не хватает везде денег? Миллиарды инвестируют именно в Бундесве. Потому что армия вообще было ничего не готовила. Она жила так, знаете, вот сегодня на завтра. И это осуждали очень много. Что именно есть, не дай бог, что-то бы случилось именно в стране, то Германия была бы вообще, ну я не знаю, что там, может быть, пару дней и все. Кстати, Столтенберг сказал то же самое слово. Оружия практически у НАТО нету. Его надо производить, а это время. И, конечно, они будут послать, что возможно. Но это, кстати говоря, почему сейчас Зеленский, я тоже узнала, очень-очень переживает из-за того, что сейчас все финансы пойдут, конечно, на помощь Израилю. Кстати, в моем видео, в котором я говорила первый день, я говорила начало войны, я тоже самое говорила. Посмотрите, почти все. Невозможно быть на всех фронтах, невозможно помогать всем. И параллельно, очень, ну, активно сейчас Украине. Украине практически сейчас уже ни одна газета не говорит в Европе. Очень мало. Все говорят о Израиле. И Израиле. Короче, помогать и Израилю, и Украине в данный момент. Поэтому сейчас Украине паника политиков, потому что, сами понимаете, не забывать о нас и так далее. Сам Зеленский объявлял, что, недавно он говорил, за неимением оружия, что есть еще в Германии, это бундесверт, солдаты. И это значит, как говорит Бербо, как все политики, и потом я еще докажу, и так же Шольц, это солидарность. Вы можете это представить, к чему это может привести. Вот, пожалуйста, еще доказательства, что сейчас все партии, кроме АФД, альтернатива партии, солидарны с тем, что я перед этим сказала, Шольц и так далее. И вот они, я не буду сейчас вам все дословно переводить, они просто говорят, что после большого нападения на Хамаса, на нашего партнера, и как бы фарбульна, это значит партнера, мы полностью, как говорится, с Израилем. В данное время мы имеем самое опасное правительство с времен Германии. И не думая, что говорят. Самое главное, помогать кому нужно, кроме, не думая, по логике даже, не думая, к чему это может все обернуться, и что может случиться из этого. Они ставят безопасность немецкого народа под угрозу. Связаться с исламом – это очень опасное дело. Шольц сказал в своем интервью, в своем выступлении только что, что безопасность Израиля – это наше дело. И он упомянул слово «это штат Рессон». Но дело на этом не заканчивается. Теперь мы будем поставлять, поставлять миллиарды Израилю. Вот увидите, так коротко это все не закончится, война эта. Многие из вас, конечно, скажут, но армию пошлют только в случае, если, если. Это будет совсем уж необходимо для безопасности и существования страны, как страны Израиль. Но не будьте так наивны. Сейчас вам покажу доказательства. Сейчас вам кое-что переведу с английского. И подтвержду, что я говорила. Нельзя быть наивным, что сейчас вообще происходит. В газо-штрайфах, говорят, на территории ГАЗы. В понедельник президент Нетаньяху в своем выступлении по телевидению сказал, что атака Хамаса на ГАЗу – это только начало. Он сказал, будет намного хуже. Он официально предупредил свой уже народ. Да и не только свой народ, весь мир. Задумайтесь только послать немецкий в Бундесфе в то время, что сейчас творит Хамас в Израиле. Как они подвергают опасность этой нашей армии, да и нашего народа. Самое главное, наши политики обостряют ситуацию при участии в войне, активной, неактивной на стороне Израиля. Ясное дело, надо быть солидарной с Израилем. Но они обостряют в ущерб своей стране. Что будут вытворять эти террористические организации, которых под видом беженцев, очень много террористов. Это было зафиксировано. Сколько таких случаев было. Что будут они дотворять на территории Германии. Это бомбы. В любом моменте, как в Англии было, в Лондоне метро. Это может быть все, что угодно. С этим ведь шутить невозможно. Они обостряют только ситуацию. Как может государство нашей политики не думать о безопасности своего народа в первую очередь? Это может просто уже скричать караул. Сколько я видео выставляла. Я не побоюсь сказать. Это не мои даже слова. Это не мои слова, то, что сейчас расскажу. Наши политики, хотя я тоже полностью согласна, на 100%. Я полностью согласна. Я говорю вам всегда, никогда не буду говорить то, в чем я сама не согласна. Даже если бы мне заплатили очень много денег. Так вот, они говорят, известные блокеры немецкие, что наши политики не только разрушают нашу экономику, она скоро вообще будет, если дальше так пойдет на грани краха, но разжигатели войны, особенно зеленая партия, я вам скажу. И это многие знают. Очень. Больше половины населения считают так. Сколько у меня, у меня есть видео, как выходят люди, вы разжигатели войны и так далее, и тому подобное. Они как бы, как бы волки в овечьей шкуре. Они такие добрые и пушистые. Но делают все в своих целях. Сначала, значит, пассивно они поддерживают Украину, а теперь активно хотят, они говорят, в случае чего наша солидарность, будут активно поддерживать Израиль. А не сами финансируют, а перебрасывают все эти поддержки на плечи нормального народа, среднего класса, немножко выше среднего класса. Война Хамаса против Израиля делит мир на две части. С одной стороны, ислам и арабские страны, с другой стороны, запад. И как всегда, запад везет во все страны, нужно это или не нужно. Друзья, вот и закончилось мое видео. Еще раз, надеюсь, вам было со мной интересно. На этой неделе, воскресенье, будет еще одно видео. Всего вам доброго. С вами была Эрика Клаус. От сердца.